Для чего в очередной раз продлили дачную амнистию? Напомню, она началась более 10 лет назад, в 2006 году. Почему она стала нужна? Нас часто пугают тем, что дом признают самостроем, который могут снести, сложным порядком оформления через суд. Дачная амнистия дает людям возможность без лишней волокит оформить свои права на постройки. И теперь, что касается строений на земельных участках, для строений, садовых домиков и жилых домиков на земельных участках предоставлены для садоводства, права регистрируются на основании прав на земельный участок и плюс технический план построенного объекта. То есть вот этих уведомлений теперь этим гражданам, у кого земельные участки для садоводства, до марта 2021 года для постановки на кадастровый учет и регистрации прав уведомлений не требуется. Что касается индивидуального жилищного строительства и строительства на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, эти требования, как вот садоводства 2018 года пошли, они сохраняются. Конечно, дачная амнистия полезна как гражданам, так и государству. Органы власти получают очередного налогоплательщика, избегают волокиты с судами или созданиями специальных комитетов и комиссий по сносу самостроя. Из плюсов люди имеют возможность упрощенной регистрации прав на дома, как раньше, только на основании декларации, техплана и правоустанавливающих документов. Что касается вопроса межевания, который особенно волнует людей, обязательно оно или нет, то здесь дела обстоят так. Межевания, законодательного требования обязательного нету вот для таких земельных участков, как для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, для садоводства, как бы такового требования нету. Но в любом случае, да, вот уже как бы говорила, норма родостроительного кодекса плюс строительные нормы. СНИПа, да, вот строительные, есть определенные требования размещения садовых домиков и жилых домиков на земельных участках, да, и эти требования, ну, во-первых, они должны выполняться, да, а для того, чтобы оценить выполнение этих требований, конечно, межевание нужно. Еще один нюанс. По закону теперь члены садоводческих некоммерческих товариществ, которые не успели бесплатно приобрести свой участок, находящийся в публичной собственности, могут это сделать до 1 марта 2022 года. Ранее этот срок устанавливался до 31 декабря 2020 года. И по истечению его приобретения возможно было только после проведения торгов. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».